Слезы на глазах, эмоции, которые не спрятать, не скрыть. Это первая реакция ребят после урока. От литературных примеров о подвигах прадедов во время Великой Отечественной к рассказу о событиях совсем недавних. Беслан, Донбасс, Сирия. О судьбах людей, совершивших свои шаги в бессмертие уже на наших глазах. Дмитрий Разумовский, доктор Лиза. И вот уже на экране лица земляков, солдат, павших смертью храбрых где-то на Украине. И дата смерти – март 2022-го. Сегодняшнее было более тяжелым, потому что именно сейчас происходят военные события. Чаще всего мы вспоминаем о каких-то ветеранах или таких поступках на 9 мая и не находимся в этой среде. А сейчас это уже происходит, и это совершенно по-другому чувствуется. И другие эмоции просто происходят. Что необычного в сегодняшнем уроке для вас? Тема урока. На самом деле все те события, которые происходят, очень сильно касаются всех, я думаю, людей в России. И, ну, это очень серьезная тема. Тяжелая. Все хотят спокойно жить и верить, что завтра все будет хорошо. Но в связи с последними событиями не получается. У нас были, конечно, до этого такие уроки, но чтобы такая тема еще, она достаточно сейчас пересекается с реальными событиями. Ну, это напрягает. Ты боишься не только за свою жизнь, за жизнь близких людей, друзей. Это очень страшно. Надо гордиться, что в нашей стране есть такие люди, которые отдают свои жизни за жизни других. Этот урок, урок на стыке всех эпох. Потому что герои были, есть и будут всегда. В России всегда. И на уроке видно было, насколько ребята проникнуты пониманием, что это такое. И мы на уроке попытались до ребят донести важность, необходимость, правильность той операции, которая проходит сейчас. Операции, которая направлена на поддержку, помощь, спасение наших друзей. И ребята знают имена. Имена тех победителей, которые уже сегодня совершают героические поступки. Сложно представить, но кто-то из них совсем немногим старше ребят, которые смотрят на портреты героев нашего времени. Тех, кто так и останутся вечно молодыми. Почти как в песне. Пусть им нет 25. Хотим я 25. Хочу поблагодарить учителей, что они провели этот урок. Я считаю, что о таких героях нужно думать почаще. Урок, состоявшийся в 34-й Ульяновской гимназии, стал одним из первых уроков такого рода. Приметой нового грозного времени. Страницей правды, которую, чтобы победить, еще нужно прочесть, принять и понять. Владимир Коршунов, Анатолий Ростокин. Специально для Уллправда ТВ. Специально для Уллправда ТВ.